Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о грязных религиозных обрядах, с которыми начала бороться Русская Православная Церковь в связи с эпидемией коронавируса. Мы недавно уже поучаствовали. В обновленных, более чистых и гигиеничных религиозных обрядах. И причащались одноразовыми ложками, и запивали Евхаристию из личных стаканчиков, и соборовались ватными палочками. Да, немного необычно, но забота о здоровье прихожан все же радует. А вот мне больше всего понравились рекомендации не целовать иконы и другую религиозную атрибутику. Потому что эти антисанитарные обряды дошли до нас из Средневековья, когда о гигиене никто еще не думал. И именно эти грязные обряды больше всего отвращают людей от православного христианства. Целование религиозной атрибутики не является обязательным для христианина. Вот европейские и американские христиане замечательно обходятся бесконтактными способами выражения своих религиозных чувств. Но я все равно иконы целовала, хоть батюшка просил ограничить почитание изображенных на иконах святых крестным знаменем и поклоном. Потому что мне это нравится. И вообще я коллекционирую контактные христианские религиозные обряды. Ну, принципиально не то, что один человек будет, несмотря на запреты, целовать религиозную атрибутику. А то, что священство официально просит этого не делать. Неоднократно проводились самые разные опросы. И среди атеистов и иноверцев именно целование икон и рук священников была названа наиболее частой причиной, почему люди выбирали не православие, а иную религию. Или почему люди отходили от православия в пользу иной религии. Например, сатанизма. Фу, какая гадость. Может быть, в Средневековье, когда вшивые, грязные, вонючие люди тянули в рот и к лицу все подряд, это выглядело как-то нормально. Но сейчас же не Средневековье. Я по психологическому типу генестетик. То есть, когда другим людям достаточно смотреть и слушать, то мне надо обязательно все же таки прикоснуться. Поэтому я выбираю те храмы и тех священников, где можно больше всего трогать. Лена, а ты расскажи, какие еще в православии есть контактные обряды. Причем такие, которые большинство священников не поощряют. Но, несмотря на это, они есть. Среди монахов, мирян. Вот, ведь если в церквях запретят целование икон официально, то оно никуда не исчезнет. Оно просто перейдет в разряд непоощряемых церковью религиозных обрядов. Ну, например, прикоснуться к краю облачения священника с целью исцелиться. По примеру, исцеление кровоточивой женщины из Евангелия. Мне про этот обряд рассказали монахини из Сербии. В крестном ходу я сама видела, как люди просят дать поцеловать у священника на перстный крест, по ногею, схему и даже по роман. Ну, и, конечно же, классическое благословение с целованием руки. Ну, как без него? В общем, эта группа контактных обрядов неофициально называется пополапства. От слов лапоть попов. Ну, священникам, как правило, это не нравится, но некоторые экзальтированные женщины это очень любят. Вот, например, бывает ситуация, бежит батюшка с семьей на поезд, в руках у него два чемодана, батюшка торопится и вдруг ему наперерез бежит женщина с криком «Батюшка благослови!» Ей наплевать, что батюшка торопится, что батюшки не до нее, но приспичивая ей религиозный обряд справиться. Вдивеева мне одна монахиня рассказала еще даже о практике женщин салаватям вон, который символизирует камень, которым был закрыт вход в пещеру, где было погребено тело самого Иисуса Христа, по примеру, Жон Мироносец. Эх, мне это понравилось, но вот из некоторых храмов меня за это выгоняли. Блин, ну вот... Ну, а что ты еще трогаешь и цевуешь? В крестном ходу я однажды несла хоругвь, и мне было очень хорошо. И меня там богословил священник на ношение хоругви. Хоругвеносец имеет право хоругви целовать. Ну, еще я люблю целовать кресты, Евангелие, молитва слова и прочие богослужебные предметы. Это называется неофициально кристаллизация. От слова сочетания лизать кресты. Ну, надо же что-то не придумать. Смешное выражение еще одно. Кстати, вот правило в церквях современных, которые есть, не целовать иконы до потребления запивки восходит к тому, что в древности некоторые индивиды так слюняво целовали религиозную атрибутику, что могли вместе со слюнями оставить частицы евхаристических даров. Да, жестоко однако. И как так можно умудриться-то? Ну, вот так целовали дикари. А кроме целования есть еще традиции, ну, мне это не свойственно, но у других людей я видела. Тянуть в рот землю с могил цветы от украшения икон. На соловках был поклонный крест, который якобы лечил от зубной боли. Так его паломники подгрызли, и он упал. Обидно-то как. Так что, если запретят официально целовать иконы, простите, конечно, ради Христа, но я буду все-таки целовать, так же, как облачение священников, а вон и хорубия. В общем, если и будет запрет на целование икон, то это не для того, чтобы мешать экзальтированным кинестетикам выражать свои религиозные чувства с помощью прикосновений. Это в первую очередь ради того, чтобы атеисты, сатанисты, рандоверы и прочие отвергшие православное христианство не могли бы потом сказать, что сделали это из-за грязных, антисанитарных, вульгарных и унизительных обрядов. Я думаю, что когда эпидемия кончится, то все запреты на целование икон снимут. А тут важен сам факт, что церковь в лице священного синода признала, что грязные и негигиеничные религиозные обряды можно заменить без вреда для вероучения более чистыми религиозными обрядами. Следовательно, кто-то из священников может и дальше практиковать более чистые богослужения. Будем надеяться, что меры против коронавируса станут большим шагом к долгожданным церковным реформам, которые искренят наконец из церковной практики как можно больше пережитков грязного и вульгарного средневековья. С практической точки зрения меры не целовать иконы, а также пользоваться одноразовыми стаканчиками против инфекции, которая передается воздушно-капельным путем не особо эффективно. Один чихнул, весь храм вдохнул. Здесь важен сам факт, что в церковной богослужебной практике хоть что-то изменилось. С точки зрения борьбы с инфекцией, конечно, эффективнее было бы просто закрыть храмы, но в этом случае эпидемия кончится и все останется по-прежнему. Жалко, только что из-за этого начались конфликты, священники-монахи грозят уйти в расколу. Обидно. А это неизбежно при любой реформе. Существует ошибочная практика, что раньше было лучше, и поэтому надо делать как делали раньше и ничего не менять. Но общество-то меняется и то, что было раньше, уже морально устарело, причем давно и надолго. В общем, мы ждем интересных изменений в церковной жизни и следим за ситуацией. А заключение подборка маразмов в стиле православия головного мозга на тему церковь и коронавирус. Во имя отца и сына и святого духа. Что бы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь? Эти гады нас замучили. Телевизор это вся эта нечисть проклятая. На этом мы прощаемся с вами. С вами были семьевед-любители Лена Магадан и Колян Платков. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Платочек, ставьте лайки, пишите комментарии. До встреч в следующих видео, если не помрем от коронавируса. До свидания. Спасибо за внимание.